Для физических лиц, для частных лиц, которые эксплуатируют одну газовую установку у себя дома, конечно, сегодня более выгодный вариант это вариант газа. Пока что. Как есть, так и есть. Что касается организации, то там уже нужно думать и просчитывать, конечно. В нашем варианте это было оправданно, конечно. Ну, мы сравнивали, если бы отапливались за счет газа, то было бы то же самое по деньгам. Что касается вот именно солнечного коллектора, то он обеспечивает нас где-то в период с апреля по октябрь на 100%. Вот все энергии, которые нам нужны. А в оставшееся время подключается котел. Он, этот коллектор, он заправлен водой. То есть есть два типа коллекторов, есть такие плоские коллекторы, они заправляются жидкостью, типа антифриза. Вот этот трубчатый коллектор, он заполняется водой. И вода по трубкам, проходя по медным трубкам или алюминиевым, нагревается и подогревает теплоноситель. Вернее, является теплоносителем, подогревает воду в бочке. Ну, вот такой круговорот. Вода потребляется только та, которую вы расходуете, когда включаете утром руки, кусок помытили и так далее. То есть что касается самого коллектора, это замкнутая система, то есть один раз заправили еще.